Наверное, каждый, кто занимается воркаутом достаточно давно, хоть раз видели вот этого мужика по прозвищу Геннибал Фор Кинг. Это и не удивительно, ведь его видео, которое, к слову, так и называлось Геннибал Фор Кинг, и вышло аж 10 лет назад, набрало 10 миллионов просмотров. В то время Король Турников, настоящее имя которого Геннибал Тайрон Лэйнхэм, показывал трюки, которые оказались просто невероятными в то время. Сейчас этим уже никого не удивить, и ведь воркаут стал настолько популярен, что уровень некоторых атлетов уже сопоставим с уровнем профессиональных гимнастов. Некоторые атлеты зашли еще дальше и делают просто какие-то шаолинские трюки, которые просто не укладываются в голове. Но как же все это начиналось? Кто были те люди, благодаря которым пошел этот бум занятий на дворовых снарядах? Где они сейчас и чем занимаются? Об этом и многом другом мы поговорим в этом самом сюжете. Так что, по традиции, колотите чай, мы начинаем. Для многих родоначальником движения стритворкаут в странах СНГ является, конечно же, Денис Минин. Это и правда, и нет. Ведь, по сути, что сделал Денис Минин? Он из никому неизвестного спорта и ребят, которых называли тогда еще турникменами, сделал спорт, который все мы с вами знаем под названием стритворкаут. То есть он разъединил гимнастические элементы и силовые элементы, потому что гимнастические считал травмоопасными. Так и получился этот спорт. Но, как видите, все все равно пришло к тому, что люди выполняют довольно-таки травмоопасные упражнения, выполняют различные перелеты, которые, на мой взгляд, гораздо более опасны, чем просто солнышко в лямках. Его видео под названием «Сильный парень из Днепропетровска» в свое время взорвало интернет не меньше, чем видео с Ганнибалом. К слову, это видео сейчас удалено, но в Ютубе осталось множество перезаливов. Если мне не изменяет память, залито оно было около 8 лет назад. И хоть Денис вел активную медийную деятельность и развивал воркаут, его нельзя отнести к блогерам в привычном нам понимании этого слова, ведь он никогда не обучал элементам и трюкам и не вел свой личный канал на Ютубе. А вот действительно первым, кто начал регулярно заливать свои видео, был парень по имени Михаил Баратов. Это легко проверить, зайдя на его канал и отмотав ленту видеозаписей в самый конец. Тому видим, что первое видео было залито аж 2 октября 2008 года. На видео Миша выполняет какие-то по меркам 2к19 очень стрёмные элементы, но уже менее чем за год его уровень заметно улучшается и он обучает довольно сложным гимнастическим элементам. Хочу также отметить довольно хорошую дикцию и умение донести до зрителя очень структурированную информацию. Думаю, это во многом помогло ему привлечь то количество людей, которое он привлёк в этот спорт, ведь такого однозначно не произошло бы, будь у Михаила дикция, как у этой бабули. Я, к слову, связался с Мишей, чтобы выяснить, чем он занимается и что вообще изменилось в его жизни за эти 10 лет. И могу сказать, что интервью вышло достаточно неоднозначным, но весьма правдимым и интересным. Первый вопрос, который я ему задал, был связан с тем, как же ему удается 10 лет подряд, не меняя тематики, выпускать свои видео. И Миша признался, что делает это чисто для удовольствия, ему абсолютно всё равно, будет ли развиваться его канал, и он не преследует цели заработка. Ему вполне достаточно того, что он получает со своей воркаут деятельности. Также занимается стройкой и в целом делает то, что ему нравится, ровно в том количестве, в котором ему хочется. Наверное, именно поэтому его видеоблог в своё время стал таким популярным. Ведь Михаил занимался воркаутом ради самого процесса, а не ради заработка. В то время, вероятно, даже и не задумывался о том, какой резонанс это вызовет. К блогерам Баратов себя так же не относят, и вместо того, чтобы его цитировать, предлагаю вам самим послушать отрезок из нашего интервью касательно этого вопроса. Учитывая, что их количество росло, и было оптимальным решением, которое мы придумали тогда. Ну, то есть, блин, братан, Богдан, а давай-ка, может, это просто запишем видео, выложим, и не нужно будет каждому отвечать, это же, блин, так удобно. И не говорю, что мы видеоуроки изобрели, просто в нашем конкретном случае мы именно придумали это решение, проблема у нас. То есть, как вы поняли, его медийная деятельность началась не потому, что он хотел что-то кому-то доказать, а просто потому, что появился спрос, который было достаточно тяжело обрабатывать вручную. И Миша вместе со своим другом Богданом решили заняться производством видеороликов, которые отвечали бы всем и сразу. По сути, я тоже начал заниматься благодаря Михаилу Боратову и Богдану Коженевскому. Все произошло таким образом, что я просто хотел научиться выполнять склепку на турнике. И случайно набрел на канал Михаила, там, где увидел их обучалки. Ну и, соответственно, после этого все закрутилось, и я очень сильно загорелся этой идеей, потому что был довольно-таки удивлен, как много можно делать на турнике. Теперь предлагаю поговорить о Богдане. Думаю, многие из вас смотрели один из его видеороликов под названием «Детство без интернета». Совершенно сумасшедшее видео, которое, в свою очередь, очень душевное и действительно рассказывает суть настоящей интересной жизни. Проживая в Китае, я каждый день наблюдаю, как 90% людей в метро не отрываются от просмотра каких-то совершенно дурацких видео и новостей, а дети следуют их примеру и играют не на улице, а в телефоне. Те, кто помнит обучалки Михаила Боратова, наверняка знают, кто такой Богдан Коженевский. Ведь в то время, они вместе записывали видео, Богдан параллельно вел социальные сети, в которые выкладывал свои безумные трюки. И если Михаил был тем парнем, который обучал, то Богдан скорее являлся неким мотиватором и просто безбашенным спортсменом, который был готов делать всё, что угодно и когда угодно. Пообщавшись с обеими, я понял, что сейчас ребята не общаются. Не потому, что возник какой-то конфликт, а просто потому, что разошлись интересы. Богдан сейчас увлекается видео и фотосъёмкой, к слову, ведёт очень интересный инстаграм-профиль, снимая достаточно крутые сюжеты со своей женой, тематикой полдэнс и ещё много чем занимается. Кстати, рекомендую вам посмотреть некоторые из его работ. Как по мне, они очень крутые, с красивой съёмкой и, конечно же, экстремальные. Ну, всё в стиле Богдана. На вопрос о том, как изменился воркаут за эти 10 лет, Богдан ответил примерно следующее. Раньше воркаут был более идейным. Люди собирались на общую тренировку и просто занимались тем, что им нравится. Сейчас у атлетов наблюдается завышенная ЧСВ и многие спортсмены на первый план выносят материальную выгоду. Хотя в техническом плане уровень атлетов, конечно же, вырос просто до космического уровня. То, что раньше казалось невозможным, сейчас уже делают множество спортсменов по всему миру. Но в этом, как говорит Богдан, свою роль также сыграла и фарм-поддержка. И несмотря на то, что сейчас достаточно много каналов на Ютубе, очень мало каналов годных, которые вас чему-то поучают. В основном всё направлено на то, чтобы развлекать вас. И поэтому хорошие каналы остаются иногда в стороне и недооцениваются просто публикой. Например, канал Льва Гончарова, который рассказывает реально годную информацию и выглядит вот так в свои 40 лет. Я считаю, что это довольно-таки круто. И рекомендую вам перейти на его канал. Ссылку я оставлю в описании. Кстати, недавно он сделал видос, где рассказывает, как перепрыгнуть с турника на турник. И научился он этому всего лишь за 30 минут, просто подойдя к вопросу систематически. И вместе с тренером он выполнил эту задачу. Поэтому, я думаю, каждый там найдёт что-то полезное для себя. Так что, переходите, смотрите. Что ж, самое время вспомнить ещё одного популярного спортсмена, который покорил всех своей разноплановостью и всегда носил зелёную футболку. Те, кто в теме, конечно же, уже сообразили, о ком речь и разгадали ребус. Это Олег Аксёнов по прозвищу Декстер. И нет, это не тот Декстер, который убивал людей, будучи судмедэкспертом. Этого Декстера скорее можно назвать убийцей турников. Олег, как и остальные ребята, записывал свои обучалки на тему трюков на турнике, но всегда выделялся своим стилем выполнения и разноплановостью. Там были и трюки из фрирана, и различные силовые элементы, и сальто, и много чего другого. Кстати, именно Декстер в своё время придумал слово «турникмен», которое неожиданно для всех стало описанием всех ребят, занимающихся на турниках. Для написания этого сюжета я, конечно же, связался и с Олегом. Для того, чтобы выяснить, почему он перестал снимать обучалки, чем занимается в настоящее время, и куда же пропала его знаменитая зелёная футболка. Но обо всём по порядку. От себя хочу выделить Олега как очень искреннего и душевного человека. Это было несложно понять, прослушав голосовые сообщения, которые он мне записал. И всё, что он говорил, очень сильно перекликалось с моими личными ощущениями касательно направления, о котором мы сегодня говорим. Воркаут сильно изменился. Он стал не таким душевным, как был раньше. Люди больше не придумывают ничего нового. Тренируются ради трюков, ради славы, денег, развития ютуб-каналов и всего чего угодно. И принципиальная разница между тем, что было, и тем, что стало, это то, что ребята занимались просто ради удовольствия, говорит Олег. Им был интересен сам процесс. В этом плане все наши сегодняшние герои сказали примерно одно и то же. И я с ними склонен согласиться. Конечно, и тогда люди хотели себя показать. И, конечно же, тоже хотели в какой-то мере самоутвердиться. Но нельзя отнять того, что главным двигателем в то время была именно любовь к делу. По сути, Декстер мог бы снимать свои видео и по сей день развивая свою медийность. Однако он перестал это делать тогда, когда ему просто нечему стало учить людей. Все элементы сделаны, все слова уже сказаны, а на замену старым спортсменам пришли сотни новых. И Олег, как и другие ребята, не стали этому противиться, снимая видео ради видео. И на мой вопрос, планируешь ли ты вернуться в медиа, Олег ответил с радостью. Но только если мне действительно будет что сказать и показать людям. Канал свой он бросать не хочет и в нужный момент обязательно порадует нас чем-то интересным. Ныне Олег также не бездействует, и сфера его интересов весьма велика. Впрочем, предлагаю вам самим прослушать фрагмент из нашего с ним интервью. Сейчас много чем занимаюсь, на самом деле. Также тренерством за лет 9-10, в принципе. Через пару лет как начал заниматься там паркуром, воркаутом, всем вот этим. И начал тренировать людей, и до сих пор их тренирую. Сейчас тренирую детишек 3 раза в неделю. Ну и так ведь, персоналки, наверное, какие-нибудь групповые, но непостоянные. Плюс массажист, я уже 5 лет профессионально, инструктор ЛФК, массажист, реабилитолог. То есть в восстановлении после травм мы в основном со спортсменами работаем. Плюс книгу, да, пишу. Там я соединяю много разных жанров. То есть она далеко не для всех, очень глубокий смысл. Она очень неоднозначна, и не все поймут. Но там есть и воркаут, и спорт, и что-то в любом случае, любое найдет в этой книге. Вообще, человек он очень разносторонний, и пожалуй, для того, чтобы раскрыть его личность в полной мере, нужно будет сделать отдельный сюжет. Впрочем, если вы захотите такой сюжет, то напишите мне об этом в комментариях. Выделю лишь то, что он продолжает развиваться, как физически, так и умственно. И не собирается останавливаться. Что ж, я, по правде говоря, мог бы сделать этот выпуск бесконечным и выделить еще, наверное, с десяток крутых атлетов того времени. Например, Ивана Казачка, интервью которого вы сейчас наблюдаете. Под которым, к слову, всего один комментарий, где Богдан Корженевский называет Ваню химиком. Как видите, все они были тогда знакомы, дружили, шутили и развивались вместе. И я, как человек, который начинал воркаут именно в момент его зарождения, могу с уверенностью подтвердить все слова сегодняшних героев сюжета и признать, что это было потрясающее время. Что ж, друзья, если вам выпуск понравился, то подписывайтесь на мой канал и на канал Льва Гончарова. Мужик реально делает очень крутые видосы, и его канал, ну, действительно недооценен. Так что переходите по ссылкам в описании. Ну и ставьте все эти там колокольчики и прочее. Пишите комментарии, потому что мне правда важно ваше мнение. И чем больше от вас активности, тем, конечно же, больше мне хочется делать подобные сюжеты. Ну а на этом все. Увидимся в следующих видео. Всем пока!